Пастор задал вопрос в чате. У нас есть такой чат церковный. У нас есть такая тусовка церковная. И он спросил, у кого есть свидетельство? Пришлось написать список. Но я список оглашать не буду, а просто поделюсь своими переживаниями, которые касаются... Сегодня у нас день... Мы приносим урожай Господу. Сегодня большой праздник. Для каждого из нас. И еще раз задуматься о том, что происходит в моей жизни. Меня зовут Ольга Жданович, мне 31 год. Вот этих двое деток непослушных, это наши. Но они послушны в Господе. Это мой супруг. И, Александр, я хочу поделиться, что я боюсь больших чудес. Потому что мне кажется, что если чудо произошло какое-то сверхъестественное, то, наверное, человек находился в каком-то, какой-то яме. И Господь всемогущий, Он достав человека с ямы, для Него это уже чудо. Аминь? И Бог знает мое сердце. И когда я первый раз услышала покаяние, не покаяние, а как одна женщина свидетельствовала при мне, я вам расскажу. И вы поймете, что я имею в виду. У нас был скайп-звонок, конференция. У меня появился новый партнер по бизнесу. И мне нужно было… Она попросила меня познакомить с кем-нибудь, с моим шефом, самым таким человеком, который имеет больше информации, больше, значит, опыта. Ну, я, как обычно, это присоединила в скайпе. Разговор на троих. И моя задача была сидеть и слушать. То есть моя задача учиться, как мой шеф разговаривает с новым партнером. И знаете, что происходит? Она ему говорит. А вы знаете, Олег Григорьевич, а мы же в Германии живем, мы же сами с Украины. А он тоже с Украины. Он такой, и что? Так вы понимаете, мы же христиане верующие. Он. И в церковь ходите? Да, Олег Григорьевич, и в церковь входим. А в какую вы ходите? Ну как, в русскоговорящую. Мы же раньше, говорит, в Украине жили. Мы там занимались торгами. Вот этот хмельницкий рынок, у нас там купи, продай. Обманывали, всех там разводили. А мне сестра Эрика приходит и говорит постоянно. Нужно покаяться, Люда, так жить нельзя. Посмотри, что ты делаешь. Она говорит, пошла вон, у меня бизнес, у меня дела. И вот она все это рассказывает эмоционально. И что ж вы думаете, Олег Григорьевич, мы же приехали в Германию. Все, эта грязная жизнь закончилась. Никого не обманываем, никаких не делаем плохих дел. Я устроилась электриком, мой муж устроился на стройку. И тут мне вдруг звонок, что моего мужа экскаватором переехал, экскаватором, наверное, переехал вот этот вот огромная махина. И он лежит в госпитале, и врачи за голову, я прилетаю, а ему, а и врачи говорят, вы знаете, либо мы сейчас ноги будем ампутировать, либо заражение кровью, он умрет. А что делать? Только чудо. И я, говорит, как рухнула на этот пол. Я там молилась, я там каталась по этой палате. Я не знала, куда мне себя деть. Я там так вопела. И она, заходит сестра Эрика, и та говорит, что делать? Она, кайся, та на колени упала, начала просить. Говорит, как мы просили, как мы молились. Я, говорит, все, 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 перечеркнула в моей жизни все, что было неправильно. Мое сердце просто наизнанку вывернулось. И аллилуйя, Олег Григорьевич, он жив. Он на коляске ездит, но он жив. И представляете? Я слушаю, у меня мурашки по телу идут. И я говорю, Господи, я сама. Если это все правда, то лучше я сама. Не нужно в моей жизни таких чудес, такой ценой. Понимаете, о чем я говорю? Я сама. И тогда я специально поехала на обучение к этому человеку, который тоже христианин, как вы поняли. Они между собой делились свидетельствами, а я как будто бы просто так случайно оказалась свидетелем. И почему в моем сердце это было? Потому что когда вот у меня старшему сыну 8 лет будет, когда я была им беременна, мне приснился сон, что моего мужа хороню, представляете? В костюме красиво. Это был ужасный такой сон. Я никому не говорила. И когда она это все произнесла, о том, что она чуть не осталась одна в новой стране, понятное дело, Господь не просто так делал. И я приехала, я говорю, давайте рассказываю, что там делать надо, читать, молиться, что надо делать. Я готова. Все, я первая в Царство Небесное. Поэтому в своей жизни я вижу такую тенденцию, что лучше каждый день всего лишь на 1%, но каждый день видеть чудеса в своей жизни. Поэтому не думаю, что я вас утомлю, но я буду делиться своими чудесиками. Ну, каждый день. Окей? В этот год для меня лично оказался сверхъестественным в понимании молитвы. Насколько сильна молитва. Просто вот человек попросил помолить за него. Знаете, хотела, не хотела, решение приняла. Окей, давай помолимся. Все, забыла, ушла. Потом он звонит с другого конца земли и говорит, ты, Оля, Оля, представляешь, что случилось? Я говорю, да, серьезно. Я уже забыла, когда молилась. Сила молитвы, она просто невероятная. И недавно, я еще раз говорю, в нашей церкви есть такой чатик, где скидывают очень важную, полезную информацию. Поэтому, если что, присоединяйтесь. Фейсбук рулит. И там скинули, я даже не помню, как зовут, Сергей, да, который проповедь такую хорошую, такую от сердца подготовил. И там фраза одна до меня долетела, наконец-то. Как жетон провалился и попала, и дала плод. Молитва – это не запасное колесо. Молитва – это руль. Я думаю, Господи, а что ж у меня постоянная молитва где-то там, когда припекло, когда по башке уже дало. И что вы думаете? Попало каждое утро в 6 утра, вы ползаешь из кровати, пока дети спят, на колени становишься. Я говорю, ну час, надо час провести с Господом. Там засыпаешь, говорю, Господи, прости меня. И все равно, ну хотя бы один час, пока дети спят. И такие чудеса стали в жизни. И я реально чувствую, что этот руль работает. И уже не надо так рулить. Господь работает. Так главное, что не только у меня работает. Муж подходит. Я говорю, давай, мне аж одно я не могу. Как это так? А сегодня вот не слушаются дети. Временами. Но Господь работает с ними. Сегодня утром стою, захожу в зал. Не поняла. Сын стоит на коленях. На том месте. Я говорю, ты что делаешь? Ну как, помолился за самолет. А это новые свидетельства. Бог, мне вчера мой знакомый, друг, сказал, что Оля, я тебя послушать, подумают НЛО. Мы делаем игры с нашими детьми. Бог открыл, как нам двигаться дальше. И для того, чтобы продвинуться какие-то цели, вот там в бизнесе, в распорядке дня, мы делаем игры. И у нас сегодня новая игра. Мы уже играем два раза. Короче, два раза самолет отправлялся в ночное путешествие. Короче, цель такова. Мы ложимся спать вовремя. У нас есть подготовка к взлету, когда дети должны покушать и пойти дальше. У нас есть, то есть это была подготовка к взлету. Потом у нас есть сам взлет и полет. Полет, это они спят с девяти до семи. Потом у нас подготовка к посадке, когда они проснулись и должны быстро умыться. И до завтрака у нас, короче, посадка. Я просто увидела, что я теряю себя, когда невыспанная. От этого страдает организм, от этого страдает душа. Душа такая же, как и эмоциональная здесь с вами. Точно так же меня штормит, когда я в негативной эмоции. Вот представьте. Поэтому нужно вот это все дело уравновешивать. И Господь открывает. Если с телом будут проблемы, страдает душа, тогда дух где-то там прячется от всего этого. И я говорю, так что же делать, Господи? И начала детям рассказывать про самолет. Давайте играйте в самолет. И что вы думаете? Они сегодня играют, а мы участники. Дети ложатся вовремя спать. Поэтому если в вашей жизни есть какие-то, что вам не нравится, просто отдайте это Господу. Про экран. Ну вот он рассказывает, что у него есть еще экран пилота. Потому что перед самым они смотрят мультик. Короче, они сами придумывают правила. И они вот уже два дня подряд ложатся вовремя. Слава Богу. Но это что значит? То есть Господь открыл еще одно откровение за этот год. Господь очень сильно открыл, как важно менять себя. Сколько раз в году, лет подряд мы писали с Александром цели ставили на следующий год. И это все правильно, это все работает. Мы сегодня благодаря этому в Болгарии. Саша уже не ходит на завод с лесарем. Я не просто мамочка в декрете. Но от веры в веры идем вперед. И Господь говорит, окей, хочешь, чтобы что-то поменялось, измени себя. Все началось с еды. Хватит есть всякую еренду. Начните в принципе нормальную еду есть. Представляете? Мы начинаем, наши дети подхватывают. И я вижу, как остальные люди тоже начинают двигаться в этом же направлении. Нормальное питание. Потом у нас был спорт. Мы опять сделали игру. Опять люди подхватили. И мы уже играем. Ну, три раза в неделю спорт. Без абонемента. Дома. Коврик расстелили. И делаем. Топщи дома вот сам себя может заставить. Мотивация. Ну вот не густо. А представьте, когда это в игре. Потому что когда вы не сделали тренировочку. На там, планочки не постояли. Или еще что-то. То вы должны заплатить штраф. А штраф это значит этому товарищу сделать массаж. И на самом деле было бы и желание. И я говорю, а Господь, он, наверное, он только со мной так шутит. Или у кого-то тоже Бог такие ответы дает. Ну, чтобы было веселее жить. И хочу поделиться еще тоже откровением по поводу вот дети, да. Это, конечно, все хорошо, когда мы воспитываем детей в церкви. Когда мы даем возможность им посещать уроки воскресные, детские. Но скажу вам, все равно дети смотрят на нас. Они вообще секут каждый наш шаг, каждое наше слово. У нас Злате 3,5 года. Мы еще в мае месяце должны были ее записать в садик. Но, понятное дело, занимались не теми делами. Не до садика было. И вот в августе мы поняли, что Злату надо везти в садик. В один пришли в садик. Сказали, нету заведующей. Пошли в другой садик. Сказали, нету мест. И я выхожу с этого садика. А нам говорят, надо идти туда-то в общину. Там что-то платить, писать. Короче, какое-то вообще заявление какое-то заполнять вообще. Ну, где там в интернете что-то надо найти. Я думаю, Господи, у меня, правда, нет времени это все делать. Я даже языка не знаю, как я найду. И мы просто идем и молимся. Идем вчетвером. И мы молимся. Господь, нам нужен садик. Нужны хорошие воспитатели. Нам хорошее то-то, то-то, то-то. Помолились. И на следующий день мы приехали в первый тот сад, к которому мы изначально обратились, где не было заведующей. Сразу же на входе нам говорят. Сидит секретарша. И она говорит, нет мест. А заведующая с кем-то занята была. Говорит, подождите, Малка. И мы сидим такие и молимся, 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 молимся. Вот она освободилась. Мы заходим в этот садик. Она говорит, знаете что? Есть место. Одно. Только одно. Я говорю, слава Богу, только для нашей златы. И вы что думаете? Так даже не в том садике, где мы были, а у них, оказывается, еще филиал, который еще ближе к нашему дому. Представляете? Но это не самое главное. Мы выходим с садика. И я говорю, как хорошо, слава Богу. А мне сын говорит, не зря ты молилась. Они секут. Они все знают. И вот поэтому Бог и говорит мне целый год, работай со своим характером. Как говорила как-то Джойс Майер, дочка к ней приехала, которая там 30 с чем-то лет домой. И Джойс Майер утром встала и пошла в свой кабинет. Мам, ты, короче, с Богом? Она говорит, ага. А, значит, у тебя будет теперь хорошее настроение. Ты целый день будешь хорошая. Поэтому это работает. Для меня очень важно то, что в нашей церкви я вижу постоянно новые лица. Это во-первых. А во-вторых, я вижу лица, которые приезжают активными. Я благодарю Богу, что новая семья приехала. Это Джетовы. И они так в служение вошли. И это очень интересно, потому что мы как бы разные. И мы даем возможность друг другу раскрыться. Где-то даже пройти какие-то испытания. Потому что это нам во благо. И мне еще, знаете, я заметила такую тенденцию. Я вчера разговаривала с одним со своим другом. Он говорит, Оля, я тебя понимаю. Мне тоже так тесно в Беларуси. Прям вообще-то вообще. Я говорю, ну это пока. Это он съездил там за границу по турне провел. Говорит, такая Вена, такая Австрия, такое все красивое. Я говорю, слушай, говорю. А приезжайте, говорю, в Болгарию. Ты уже сколько? Говорит, да, знаешь, уже прям в сердце хочу. Прям да. Я говорю, я представляю, как ты войдешь, говорю, со своей семьей в нашу церковь. А действительно, к нам люди, да, летом раз приезжают. Вот тут постоят, их благословят. На второй год опять приезжают. Они на Болгарию выбирают только из-за того, что им тут интересно. Тут, знаете, вот реально дом Божий для тебя принимают. Дом молитвы. И мне это очень нравится, то, что Господь, даже если вот эти служения, которые мы проводим, там с утра, там детское служение, там наши служители выезжают, там на горы молятся, прославляют Господа. А у нас только, вот знаете, только тот, кто на кухне понимает, насколько блюдо было тяжело приготовлено. Сколько сил, это сколько стрессов. Я говорю, Наташа, Наташа, я не могу по утрам вставать, нам детей надо везти, они не слушаются, надо покормить. Я всегда вот такая, вот в 8.30 приезжаю, опаздываю, говорю, все, говорю, я уже не могу это служение. Наташа говорит, я тебя понимаю. Ну и все, помолилась сестра Наташа. И у Оли бумс, лампочка зажглась, и уже по-другому относишься, и решение приходит. Чудесным образом, вот Бог работает с нашим сердцем. Поэтому, когда сюда люди приезжают и попадают вот в этот вот круговорот служений, тут наполняются, вот для меня это реально, ну это круто, мне нравится, что люди здесь могут наполниться. И то, что ты платишь за эту цену своим усилием, Бог работает с моим характером. По детскому служению у нас, мне тоже очень нравится, что Господь дает мудрости и мужество выстоять, несмотря на какие-то вот преграды. Я верю, что сейчас у нас появилось музыкальное служение, и я реально, я благодарю Бога, что Он прикладывает людей именно таким образом. Не от того, что там, знаете, так, ты, ты, ты будешь, а люди говорят, слушай, я хочу, я могу, я буду. И вот то, что детки подготовили, это вот, опять же, да, слава Богу, это все само приходит. Я уже не говорю про те семинары, которые мы посещаем за этот год, вот, но хотела бы вам еще поведать о своих достижениях за этот год. Ну не своих, о божьих достижениях, как он работает с моим характером через бизнес. В основном мы бизнес строим через интернет, то есть, ну это хорошо, сидишь у себя дома в тапочках, да, как муж смеется, сверху одела рубашку, а снизу в шортах, и ты как бы, ну, в комфорте, да. Но момент роста, он дальше, и Господь, Он открывает и побуждает выезжать и общаться с людьми, видеть их проблемы, раскрывать их, и выходишь из зоны комфорта, а знаете, одно дело, ты просто едешь, потому что тебе надо решить вопросы по работе, деловые, а люди каятся, а люди принимают благословения, и я думаю, Господи, так это, как раз, тебе надо было, это не мне нужно было продвинуться дальше по карьере, а, оказывается, это тебе нужно было, чтобы мы, и знаете, сверхъестественные вещи происходят, ты просто сидишь с человеком в кафе, просто общаешься, а он на тебя смотрит, как на какого-то, знаете, вот, и что-то считывает с тебя, вот, какой-то невидимый код, и я вас побуждаю, выходите из своих домов, общайтесь с людьми просто, они считывают с нас, Господь делает что-то с ними сверхъестественное, и это уже семя, даже наше пребывание среди неверующих, это уже семя, аминь, и вот меня Бог просто такие вещи открыл, что мы стали больше общаться, больше вылетать, каждые два месяца я куда-то лечу, и слава Богу за моего мужа и детей, которые могут самостоятельно быть. Новые книги, читать книги, это оказывается просто, вот, хотя бы в день, хотя бы в день, хотя бы буквально 10 минут, знаете, еще такой момент, у меня такой есть, я любила раньше, надеюсь, это уже уходит в прошлое, из мухи раздут слона, думаем о себе, вот он сказал, а вот он подумал, а что будет, а как, вот, книжку берешь, читаешь и думаешь, вау, мне еще повезло, как она это все перенесла, без руки остался, вот это испытание, я недавно прочла, и думаю, боже мой, попасть в скалы на 5 дней и потом эту придавленную руку в скале отрезать ножиком, слышно я такую историю, и думаешь, нет, твои проблемы это ерунда, вот это испытание, вот это действительно, поэтому я благодарю Господа за то, что вообще есть возможность читать книги и узнавать гораздо больше. Ну и, конечно, за этот год, я не знаю, как у вас, но когда мы на 1% в день, на 1%, буквально, но каждый день стараемся стать лучше, работая над своим характером, то сверхъестественным образом Бог начинает доверять нашему сердцу новые желания. Такие желания, такие желания, а давайте новую церковь, а давайте новая, а какая хотите, чтобы была сцена, чтобы парковка была, а давайте, чтобы были комнаты, и думаешь, Господи, это понесло Остапа. А почему? Потому что мы становимся для Бога более такими, кому можно доверить, и людей, и финансы, и даже здоровья, потому что здоровый человек, вот, я еще хочу поблагодарить Господа за здоровье, это, слава Богу, уже 2 года меня не мучают вопросы с мочевым, слава Господу, потому что это был ужас, каждые 2 месяца мне что-то болело, и такая нервная, но уже 2 года Господь просто освободил сверхъестественным образом. Я вижу, я чувствую, и действительно Господь вкладывает любовь. Спасибо, церковь, я вас благословляю. Спасибо.